Мир вам, братья и сестры, что мы сегодня собрались в этот дождливый день сюда, на это место. Что нас влечет сюда? Конечно, любовь Господа Иисуса Христа, которая простирается над нами и посылается дождь поздний, ранний. И Господь благословляет нас, как мы уже и отмечали этот праздник, как благодарение, которое Господь нас не оставляет и материально, и дает нам все необходимое, главное, чтобы мы были ближе к Господу. И когда мы пели этот псалом, я анализировал себя, как я приближаюсь к Господу. И не только чтобы пением, но чтобы наш разум и наше сердце стремились к тому, чтобы быть ближе с Господом, ближе с Его Церковью, ближе к Слову Его Святого, ближе к молитве. И проверяя вот это себя, мы часто находим себя еще не так близки к Господу. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня в это утро, этого воскресного дня, чтобы мы могли прославить нашего Господа достойной хвалой. И мы сегодня пришли, чтобы быть на Голгофе, там, где Он страдал, где умирал за наши грехи, за наши беззакония. И Он однажды сказал, кто мне, брат, сестра, тот, кто исполняет мою заповедь. Братья и сестры, как важно, через исполнение заповеди Господа Иисуса Христа, через нашу жизнь, которую, святую жизнь, мы приближаемся к нашему Господу. И однажды мы будем там с Господом близко на небесах, когда Он отзовет нас от этой земли, или когда Он придет взять Церковь свою искупленную, мы будем уже, не будем петь вот этот псалом «Ближе Господь тебе», но мы будем там с Ним в вечности рядом, и будем прославлять Его Святое Имя. Как это важно, как это вдохновляет нас, что мы странники и пришельцы, что мы куплены дорогой ценой нашего Господа Иисуса Христа. Искуплены, вернее. И перед нашей молитвой я желаю прочитать вот этот пророческий псалом 21, который мы будем читать и вспоминать слова Иисуса Христа, вспоминать, как Его над Ним издевались, как над Ним глумились, и как Он умирал там на кресте. Это псалом 21, вот этот пророческий псалом Давида о страдании Иисуса Христа, Его Слове и о вечном служении Ему избранных. «Нас с вами в вечном служении здесь, на земле и вечности». И там начинается такой псалом Давида со второго стиха. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы. На Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, я не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы. От чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня. Тучные васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое, братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящийся Господа, воскликните, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его, да благовеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не прозрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда этот воззвал к Нему. А Тебе хвала моя в собрании великом. Воздам обеты мои предбоящимися Его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его. Да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть Царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли. Преклонятся пред Ним все, нисходящие в персть и немогущие сохранить жизни своей. Потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Вот эти пророческие слова, братья и сестры, мы знаем, когда Христос пришел на эту землю, и Он все сделал так, как здесь Давид в своем пророчестве сказал. И Христос также висел, пришел и пострадал, умер, и висел там на Голгофском кресте, принеся нам спасение. И мы сегодня... Так важно нам сегодня быть близко к Господу. И сегодня мы будем нашим духовным взором приходить туда, на Голгофу, будем смотреть, смотреть на распятого Иисуса Христа. Будем... Нас апостол Павел к евреям в 12 главе, он пишет нам такие слова. Он говорит нам, напоминает нам, чтобы мы сегодня особенно были там на Голгофе, чтобы мы смотрели, чтобы мы размышляли о теле и крови Господне. Он в 12 главе пишет, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божьей. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Здесь он опять напоминает апостол Павел всем нам, чтобы мы были ближе к Господу, чтобы мы искали Его. И он говорит, чтобы мы взглянули, взирая на начальника и совершителя веры. Не только сегодня, но каждый день мы, христиане, обязаны смотреть на Голгофский крест. Обязаны мы взирать на начальника и совершителя веры, знать, что Иисус Христос пришел спасти нас, грешников, чтобы дать нам новую жизнь, жизнь вечную там в небе, взирая на начальника и совершителя веры. Сегодня мы будем там, вспоминая Голгофский крест, будем у креста, где Он в муках, умирая, завещал нам радость рая. Сегодня мы будем смотреть нашими сердечными глазами на Иисуса Христа. Сегодня мы будем смотреть на Него, оплеванного, избитого, израненного. И, как в пророческе сказано, люди тешились, делили Его одежду, Его ризы. И мы видим, что за все это, все это ради нашего спасения взирая. И дальше Он говорит, помыслите, не только взирая смотреть, но мы должны рассуждать о нашей близости с нашим Господом. Мы должны рассуждать, как мы идем за Господом. Стремимся ли мы туда, где искупленные собираются? Стремимся ли мы в церковь живую, как мы поем один псалом? Известна ли мне церковь живая, где сердцу отрадно там быть? Там к небу молитва святая потоком живым восходит. Братья и сестры, взирая на начальника и совершителя веры, и помыслите, претерпевшим такое над собою поругание от грешников, как нам необходимо размышлять каждый день. И есть один псалом. Люблю я размышлять о чудной той стране, где вечный покой и мир, где счастье царит вполне. Братья и сестры, если мы хотим быть ближе с нашим Господом, давайте будем взирать на начальника и совершителя веры и делать то, что он нам заповедал здесь на земле. Он оставил нам заповедь его святую, и апостол Павел говорит, кто ест и пьет недостойно, не рассуждая о теле Господнем, тот виновен будет против тела и крови Господней. Как важно нам помнить эти слова, братья и сестры. И сегодня в это утро, как я уже сказал, мы будем склоняться перед нашим Господом, будем молиться Ему и просить Его прощения, исповедания, и чтобы мы с чистыми сердцами, с чистым разумом могли протянуть руку для того, чтобы принять эту заповедь Иисуса Христа и могли рассуждать Его, рассуждать не только рассуждать, но и жить так, как Он учит нас. И да поможет нам Господь. И сейчас мы склонимся перед лицом Его и попросим Его благословения. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...